Северодвинским водителям напомнят об экологической этике прямо в гаражных кооперативах. Для борьбы с любителями помусорить или мыть машину в непредусмотренных для этого местах выпущены 500 плакатов. Это новый этап экологической акции, которая стартовала в начале года. Уже есть и результаты. Накопили мусор у контейнера, останетесь без электричества. Таким способом борется за чистоту руководство гаражного кооператива «Якорь». Без света занеряшливо здесь не раз оставались целые блоки. Сегодня в ГСК разместили новые баннеры. Они усилят экологическое воспитание водителей. Специально у нас поставлены контейнера. У нас организован сбор отработанного масла, люминоцентных ламп. Специально в контейнера все это сделано. Поэтому потихонечку людей уже приучаем к тому, что не надо бросать соседу под ворота или выбрасывать куда-то мимо. У нас висят плакаты, призывающие к этому. Мы постоянно ведем с людьми разъяснительную работу. По администрации Северодвинска сегодня подвели промежуточные итоги экологической акции. После установки знаков в популярных местах, мойки транспорта в черте города, нарушителей заметно поубавилось. Водоемы стали чище, а автолюбители совестливее. Стало гораздо меньше желающих мыть там автомобили. Потом был проведен рейд по заезду из стоянки транспортных средств в водоохранной зоне Белого моря. Сейчас также машин там не наблюдается. Кооператив «Якорь» подал заявку на конкурс «Лучшее содержание ГСК». Сейчас он один из самых чистых в городе. Экологическую политику председателя здесь поддерживает большинство водителей. Они моют автомобили в специально отведенных для этого местах, не мусорят и не сливают в почву химические отходы. Внутренне должно какое-то руководство у человека быть, что за порядком надо следить не только в месте, где он находится, да и вообще общей территории города и гаражных кооперативов. Так что чистота вообще залог здоровья. Заявки на участие в конкурсе подали и еще пять гаражных кооперативов. Итоги будут подведены в конце августа. Елена Киева, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.